АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и что? Меня не интересует процесс. Мне нужен результат. Да! Нету нигде этой твоей Калинины, как свозь землю провалилась вместе с дочкой. Похоже, вообще, что она никуда не улетала. Потому что билеты на самолет были сданы тем же вечером. Ну, может быть, муж знает, где она? Я же говорил, что они разводятся. Мало ли. Ну так сходи к нему, поинтересуйся. Мои ребята сейчас тебе адрес его найдут. Кстати, полиция не в курсе, что Калинина — дочь Лозовского. Все. Подождите, то есть, получается, Кузовлёв не сообщил полиции о Лизе? Почему? Не знаю. Может, свою игру какую-то ведёт. А может, вообще в сговоре с твоей племянницей. Ну, я не думаю. Хотя, ушло он тебе. Мало ли. Послушай, а давай следствию подкинем эту идею, а? Какую? Отличную идею. Пусть теперь ищут её по подозрению в убийстве, а? Ха-ха-ха. Поехали. И вы не помните, что с вами произошло? Ну, как вас зовут, вы помните? А откуда вы? Так, это что за сумма простого? Вы понимаете, что пациентка в тяжёлом состоянии? Да, но мне сказали, что пострадавшая вышла из комы, и я подумал… Ну, неправильно. Вы подумали. Оценить ситуацию может только лечащий врач. Простите. Поймите, что пациентка принесла тяжелейшую операцию. Люб, ни в коем случае нельзя обманывать. К тому же, последствия травмы пока неизвестны. Может случиться всё. Вплоть до амнезии. Частичной или полной даже. Извините. Марина, давайте договоримся так, что посещение этой пациентки только с моего разрешения. Я поняла. Простите. Как вы себя чувствуете? Дмитрий Михайлович, вы такой молодец. Вы просто вытащили её с того света. Если бы не ваша бессонная ночь, я её постил… Марина, давайте без лишнего осторожности. Простите. Где моя дочь? Что? Где моя дочка? Тихо-тихо-тихо. Не волнуйтесь. С ней всё хорошо. Она здесь в больнице. В детском отделении. Категорически нельзя вставать пока. Я к моей дочери. Пожалуйста. Хорошо. Как только вы будете чувствовать себя лучше, я у вас отведу к ней. Отдыхайте. Привет, малыш. У меня для тебя хорошая новость. Твоей маме стало лучше. Только что с ней разговаривал. Спрашивал на тебя. Ну, наконец-то. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. А когда мама сможет посетить девочку? Ну, это же важно. Вдруг она заговорит. Елена Ивановна, я всё прекрасно понимаю. Постараюсь как можно быстрее устроить эту встречу. Тут одежду девочки. Наши сестрички собрали. Практически всё новое. Девочке же носить нечего. Так ведь у мамы тоже ничего нет. Как хорошо, что ты проснулась. А меня Оля зовут. А я так к тебе следователь приходил? Я просто что-то про аварию слышала. Я ничего не помню. Совсем-совсем? И как зовут, не помнишь? Нет. Так это что, получается, ты память потеряла? Ну, прям как в кино. Ну, ладно. Отдыхай, отдыхай. Отдыхай. Наконец-то я хоть чуть-чуть стал приходить в себя после этой ужасной трагедии. И начал приводить дела брата в порядок. Скажите, я могу забрать сейф, изъятый из дома Виктора и всё его содержимое? Раз дело уже закрыто. Да, конечно. Дежурный вам выдаст документы и тысяча евро. А нет. Нет, нет, что вы. Там было намного больше денег. Накануне брат провел очень удачную сделку за наличные. И в сейфе ещё была шкатулка с фамильными драгоценностями. А в бархатном футляре бриллиантовое колье и серьги. Вы в этом уверены? Да, я в этом абсолютно уверен. У вас был доступ к сейфу? У меня нет. Мне незачем. Но вот у дочери Виктора, скорее всего, был. У какой дочери? У Ложошких не было детей? Да, до недавнего момента не было. Но за месяц до гибели у Виктора объявилась внебрачная дочь. Елизавета Калинина. Виктор погиб практически сразу, после оформления всех документов о родстве. Интересный проворот. Вы хотите сказать, что смерть брата – это не был несчастный случай? Теперь всё возможно. Скажите, а вот этот вот Кузовлёв, он в курсе? Конечно, он в курсе. Это он оформлял документы. И они с Лизой очень сильно подружились. Вообще класс. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Это гиацинт. Пусть он будет календарем у вашего выздоровления. Когда он расцветет, вы уже будете в полном порядке. Обещаю. А через месяц-полтора растет гиацинт и комната таким прекрасным ароматом наполнит все просовоженные цветы. Рита сама разборит. Даже вывела один новый сорт. Да. Да вы не волнуйтесь. Вы действительно скоро поправитесь. Все самое плохое уже позади. И память к вам вернется обязательно. А это вам одежда. Да. Спасибо. Мне ничего не нужно. Да? А к дочке вы в чем пойдете? Нет. Я пойду к дочке. Конечно. Переодевайтесь, а я пока за транспортом схожу. Так, получается, Лизка реально своего папашу нашла? Да. Брат мой принял ее с открытой душой. Елизавета вначале изображала любящую дочь, а потом убила, грабила и сбежала. А ты уходишь? Нет. Да Лизка бродячих котов и собак подкармливала, а ты говоришь, убила. Мне твоя жена изначально тоже показалась ангелом. Потом выяснилось, что этот ангел утащил бриллиантов на несколько миллионов. Я уже не говорю о паре в сотен тысяч евро. Ей не нужны были отец и семья. Ей нужны были его деньги. Не знаю. Хотя, ее же полиция разыскивает. Мне следователь, который дело Лазовских ведет, рассказывал. Слушай, может у нее крыша поехала от богатства папашиного? И Васька же с ней… Вот именно. Ребенок в опасности. Если вдруг жена объявится, ты ей ничего не говори. Ну а договорись о встрече. Хорошо? Сразу сообщи мне. Получишь за помощь хорошие деньги. Понял. Убей мой номер. Ой. Кажется, с размерами я ошибся. А что, костюм тоже велик? Ничего страшного. Я вам очень благодарна. Как только поправлюсь, обязательно верну деньги. Ну разберемся. Значит так, костюм я поменяю. А у халата можно просто закатать рукава. Другого размера такого халата нет, к сожалению. А он вам очень нравится. Спасибо. Веселёчек. Здравствуй моя девочка. Солнышко моё. Родной мой. Как ты тут без меня? Температурки нет? Она не говорит. Это последствия аварии. Но вы вспомнили, как её зовут. Это замечательно. Какой зайчик у тебя красивый. Это твой зайчик? Тебе Дмитрий Михайлович подарил? Спасибо вам огромное. За всё. Да не за что. Не за что. Так, мне пора в отделение. Через полчаса приду и отвезу вас в палату. Угу. Василёчек, я пока не знаю, что нам делать дальше. Куда идти? Но я обязательно что-нибудь придумаю. Только ты поправляйся. Хорошо? Хорошо. Счастья. Да. Счастья. Я не стал вам рассказывать о том, что Елизавета Калинина является дочкой Лазовского, чтобы не засорять вам голову информации, не имеющей никакого отношения к делу. Ну, теперь всё изменилось, понимаете? Дело из несчастного случая. Переквалифицировано в умышленное убийство с последующим ограблением. А подозревается в этом ваша Калинина? Это полная ерунда, поверьте. Ну почему? Мне кажется, вполне жизнеспособная версия. Хрупкая девушка с пятилетним ребенком на руках, грабит и убивает. Вы серьёзно? Вполне. Хорошо. Смотрите, у Лазовского внезапно объявляется дочь. Буквально тут же он погибает вместе со своей женой. Содержимое сейфа исчезает, причём сейф не был скрыт. И что? А то, грабитель прекрасно знал код сейфа. Значит, это был человек, которому Лазовский доверял, это был близкий человек. А вероятнее всего, это была дочь. Ваши выводы надуманы. Это вам так кажется. А вот брат погибшего, Виталий Лазовский, со мной вполне согласен. Вот откуда ноги растут. А вам не кажется, что он заинтересован именно в таком повороте дела? Так у него появляется шанс на наследство. Нет, не кажется. Если бы у Виталия был доступ к сейфу, он уже триста раз мог забрать его содержимое. А это произошло именно тогда, когда в доме поселилась дочь. Понимаете? Ну, ничего-ничего, я разберусь. Обещаю. А пока Елизавету Калинину я объявляю в ролевку. Еще раз огромное вам спасибо. Я рад, что ваша память восстанавливается. Надеюсь, что скоро вы и своё имя вспомните. Теперь ложитесь, отдыхайте. Вася. Я заберу. Маски оставлю. Мало того, что Дима сутками проводил время с ней, забыв обо мне, так он еще и одежду ей купил. И цветочек. Жалко не аленький. Ну, а какая она? Никакая. Так до чего ты суетишься, а? И не наезжай на Дмитрия. Ты и так уже напортачила. Не пора ли нам оформить отношения? Да нельзя, может, ну такое говорить. Ему серьезная мотивация нужна для женили. Люда, я пока мотивацию буду искать. Дмитрий умотает в Польшу. Мы год с ним вместе, понимаешь? У нас все хорошо и в постели, да и вообще. Что ж ему не хватает? А ты сейчас меня спрашиваешь? Здесь есть кто-то еще? Кроме моей подруги? Ну, выжди ты пару дней, а? Помирись с ним, а потом что-то придумаем. Следователь, естественно, ухватился за версию причастности Лизы к гибели Лазовских. А Виталий, видите ли, с ним согласен? Ну, да. Мы это предполагали. Я уверен, что Виктор не сообщал Лизе шифр от сейфа. Ну, не в его это правилах. Он и Риту никогда не посвящал свои дела. А Виталий знал об этом. Получается, Виталий обманул этого Вальку? А зачем? Как ты думаешь? Нет. Виталий неврастенник и игрок, но никак не убийца. У него ни сил, ни духу не хватит убить кого-то. Скорее всего, это подлый расчет. Он надеется, если Лизу признают виновной, ее лишат право наследования, и все имущество Виктора перейдет Виталию. И стоит его недооценивать. Кстати, ты получил ответы на запросы по больницам области? Да. Ни в больницах, ни в моргах, ни Лизы, ни Василисы, ни похожих на них нет. Нет. Придется расширить границы поиска за пределы области. Пока. Счастливо. Привет. Привет. Дим, ну не злись, пожалуйста. Я обещаю тебе, что я никогда больше ни на чем не буду настаивать. Я не злюсь. Правда? Правда. Я очень по тебе соскучилась. А давай поужинаем вместе? Хорошо, давай поужинаем. Что приготовить, что купить? Кстати, насчет купить. Можешь помочь выбрать куртку для моего пациентки? Ей уже можно на улицу выходить, а не в чем. Да я опять с размером ошибусь. Дим, подожди. Ты серьезно? Ты считаешь нормальным меня об этом просить, да? А что не так? Да все. О твоем особым отношении к этой пациентке уже вся больница судачит. Кто судачит? О чем ты? Обо всем. О вазончике, тапочке, халатики. Да я уделяю этой девушке больше внимания, чем другим пациентам. Во-первых, я за нее отвечаю. А во-вторых, у нее сейчас нету никого рядом. Кроме ее маленькой дочери. Кто-то должен ей помочь? Вот пусть кто-то и помогает, но не ты. Давай я сам буду решать, что мне делать. А давай ты, Дима, хорошо подумаешь, стоит ли за какой-то случайной пациентки разрушать наши с тобой отношения. Ого, как подрос. Видать, с большой любовью подарен. Оля, твои намеки не имеют ничего общего с реальностью. Правда. Да я ни на что не намекаю. Боже сохрани. У меня есть немного времени свободного. Могу проводить вас с дочерью. Спасибо. Идемте. Идемте, идемте. Василис, хотя бы пару долек. Если хочешь поскорее поправиться, тебе нужны витамины. Да. А что Дмитрий Михайлович подумает, если твое такое фруктовое богатство пропадет? Не волнуйся. Сейчас все вытрем. Вытирай. Это твое? Тебе это Дмитрий Михайлович подарил? Он хороший, да? А мне его приходится обманывать. Так получилось, Веселек. Я не хочу никого посвящать в наши с тобой проблемы. Пока сама не решу, что делать. Добрый день. Добрый день. Скажите, к вам не поступало Елизавета Калинина двадцати пяти лет и Василиса Калинина пяти лет? Не поступало. Спасибо. До свидания. Никита Матвеевич, приветствую, Кузовлев. Не в службу, а в дружбу. Пробей по вашей областной базе полиции. Нет ли информации о Елизавете Калининой и Василисе Калининой? Хотите посмотреть город? В смысле? Присаживайтесь. Мы сейчас с вами прошвырнемся по улицам нашего города. Правда, пока виртуально. Но вдруг вы что-нибудь вспомните? Так. Начнем с вокзала. Ну что? Мне кажется, я здесь никогда не была. А бульвар? А бульвар? Нет. Парк? А вот торговый центр узнаете? Нет. Да вы не переживайте. Авария произошла на трассе. Поехали в сторону Самары. Скорее всего, вон не местный объединился. О, здрасте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Но виртуального на сегодня достаточно. Пора совершить реальную прогулку в наш сквер. Надевайтесь. Надеюсь, на этот раз я с размером не ошибся. Надевайтесь. Я пока усилищу приведу. Надеюсь, я пока усилищу приведу. Надо же, какой заботливый у нас лечащий врач. Правда, не всем пациенткам везет на его внимание. С чего бы это? Как ты думаешь? Не знаю. Даже не знаю, что тебе ответить. А это волшебное дело. Люди завязывают ленты и загадывают желание. Если сильно верить, то желание обязательно сбудется. Ну что, готовы загадать желание? Давай. Слушайте. Давай. Что такое? Подождите. На меня посмотрите. Просто голова скружилась. Уверена? Да. Погляди. У меня у него времени нет. Работы полно. Дел по горло с этой пациенткой и с ребенком ее. Он резвится. Ни в чем не бывало. Слушай, есть идея. Пойдем в кабинет поговорим. Следователь Валько. Фото нормальное. Отправляйте ориентировки. Да. И на всякий случай дайте объявление в газеты о розыске Калининой. Угу. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Инесса. Я невеста Дмитрия Колесникова. Здравствуйте. И мне очень нужно с вами поговорить. Я присяду? Конечно. Я сейчас очень рискую. Своими отношениями с Димой. Но мне искренне вас жаль. И вас жаль, и дочку вашу жаль. Потому что столько проблем на вас навалилось, а тут еще Дима со своими экспериментами. С какими экспериментами? Я не понимаю. Дима сейчас проводит с вами очень много времени рабочего и нерабочего. Ему действительно очень важно, чтобы ваше состояние быстро улучшилось. Но вот если память не восстановится, вас переведут в отделение психиатрии, а дочку вашу определят в детдом. То есть как? Мне Дмитрий Михайлович ничего про это не говорил. Понимаете, Дима пишет диссертацию. А вы для него что-то вроде подопытного кролика. Что? Он на вас опробовал экспериментальную методику лечения. И его ждет стремительная карьера в Польше. Но только после того, как он свою работу, то есть вашу реабилитацию, доведет до конца. В противном случае, если функции мозга до конца не восстановятся, он очень быстро потеряет вам интерес. А с вами случится все то, что я сказала. То есть психушку? Увы, врачи, особенно хирурги, ужасные циники. Вот я не хирург. Я старший бухгалтер, поэтому очень вам сочувствую. Я решилась на этот разговор из сострадания и из женской солидарности, если хотите. Спасибо. Я понимаю. Под чарой Дмитрия очень легко попасть. Да каждая вторая пациентка в него влюбляется. Безответно. Выздоравливайте. Спасибо. Всего доброго. Итак, сегодня предлагаю совершить путешествие по населенным пунктам рядом с местом аварии. Нет, Дмитрий Михайлович, ничего не получится. Я хочу увидеть дочь. Здрасте. А теперь объясните мне, что происходит? Почему меня вчера не пустили за Егорный стол? И не пустят. Ты на какие шиши играть собирался? Снова за мой счет? Нет уж, достаточно. Ну тогда я прекращаю с вами все дела. Серьезно? Серьезно. Я вам долг верну. Это ваши люди накосячили. Никто не просил их убивать моего брата и его жену. И сжигать дом. Вот как. Нет. Мои люди накосячили. Это ни при чем. Я ни при чем, да? Понятно. Давай посмотрим, что у меня есть. Вот. Давай-ка мы с тобой это послушаем. Давай, давай, давай. Включи газ. Поджечь. Я понял. Я понял. Я снял. Ты что же, сученок? Как мы с тобой договаривались, а? 50% акций компании Лазовского. Если и дальше будешь мне злить, мы пересмотрим наш с тобой договор в мою пользу. Теперь пошел вон. Жди, пока тебя не позовут. Боксер, помоги. Добрый день. Добрый день. Ну, как вы себя чувствуете? Все хорошо. Спасибо. Ну, это вы доктора своего благодарите. Дмитрий Михайлович, он вас буквально с того следа вытащил. А как у нас с памятью? Так же. Ну, ничего, мы вам поможем. Дмитрий Михайлович, у меня для вас и вашей подопечной прекрасная новость. С вами согласился поработать известный немецкий гипнолог профессор Клейн. Так ведь это замечательно? Да. Игорь Константинович, но ведь вы были против этих традиционных методов вручения. Ну, истина для меня дороже амбиции. Ну, а вы что скажете, голубушка? Я так понимаю, он воздействует гипнозом, да? Угу. Что? Игорь Константинович, извините. Добрый день. Что происходит? Да что с вами сегодня? Причем здесь психушка? Значит, надо мной эксперименты ставим, да? Диссертацию пишем. А потом, как отработанный материал в психушку меня. Откуда у вас такие мысли? Спасибо вашей невесте, Инессе, за правду. Какую правду? Здравствуйте. Витя Михайлович. Спасибо. А ты от чего без куртки вышла? Так и заболеть не думаешь? Что ты наговорила моей пациентке? Какая психушка? При чем тут моя диссертация? Не доложила все-таки. Так, подожди, а что я не так сказала? В чем я не права? Я рассказала ей о твоих истинных намерениях. Жалко, голубушка влюбится еще. Я тебе уже говорил и повторю еще раз. Не смей вмешиваться в мои дела. Чего ты вообще решил, что ты можешь это делать? Знаешь, пора расставиться от точки над «е». У наших отношений нет будущего. Во всяком случае, я его не вижу. Елизавета, ты что ли? Это мне? Тебе? Что, не узнала? Нет. Ну, Сергей, приятель твоего Павла. Какой Сергей? Я не знаю никакого Павла. Ну, ты даешь. Ну, вспоминай. Мы с Павлухой слопали твой торт. А потом пришли бандосы забирать вашу квартиру. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не знаю. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Извините. Дмитрий Михайлович, а мы на прогулку пойдем? Тогда я пойду одеваться, да? Ну вот. Думаешь, сработает? Ну, конечно. Ты же сама говорила, как он чужому ребенку внимание уделяет. А как потом выкручиваться? Организуем тебе и выкидыш. Да еще такой, что твой Колесников до конца жизни себя виноватым будет чувствовать. Ну вот, а потом приехал сюда на шабашку. Неделю отработал и свалился в котлован. Ай, как результат сотрясения мозга и сломанная нога. Вот сейчас в больнице скорой помощи. А, вот, Пашка, короче, больно, что в нейрохирургии я встретил твою Лиску. Да ладно? Ну да, супружницу твою. Так она заявила, что она меня не знает. А ведь сама сто пудов узнала. Вот понимаешь, сто пудов. Так Лиска зараза от меня сбежала, вот и от тебя шарахается. Ну ничего, я ее достану. Не на того напала. Спасибо тебе, Серега, за новость, только ты никому не рассказывай о ней. Не трогай ее больше, а то опять сбежит. Лады? Лады, конечно. Без проблем. Да, сначала, действительно, вы для меня были просто пациенткой и интересным случаем в моей практике. Ну, я дал слово вернуть вас к дочери. А сейчас я, я не знаю, все изменилось все. Вы, ваша дочь, она… Она просто замечательная. А вашей невесте понравится, что вы столько боитесь с чужим ребенком? Дима, девочка родной. Здравствуйте. Тихо шли результат анализов. И я беременна. Спасибо за прогулку. Вот. Смотри, нашему мальчику или девочке уже почти восемь недель. А ты кого хочешь? Странно. Вот предохраняешь. Что-то я не вижу особой радости. Предохранялись. И что? Дим, ты же врач, ты же должен понимать, что ни один метод не дает стопроцентной гарантии. Если что, аборт я делать не собираюсь. Я буду в состоянии вырастить ребенка сама. Давай не выдумывай. Ребенку нужен отец. Так давай пищем. Все, все. Все. Алло. Это справочная от вокзала? Девушка, а когда у вас там ближайший автобус на Самару? О, тебе чай сделать. Спасибо. Елизавета! Ну, здравствуй, джонушка. Мы не знакомы. Вы обознались. Стой, Сергей. Что, под дурочку косишь? Ну, уж нет, любимая. Придется делиться. Ставьте меня в покое. Послушай, ты. Тебя полиция ищет, и я тебя сдам. Если не поделишься на ворону. Я не понимаю, о чем. Не понимаешь. Ну, что ж, тогда дядюшке твоему, Виталию, звоню и расскажу, где тебя искать. Зайдем. О, признала. Паша, услышь меня, пожалуйста. Нет у меня никаких денег и драгоценностей нет. Я не могу сейчас тебе все рассказать. А теперь ты меня послушай внимательно. Значит так. Ты отдаешь мне половину награбленного, и мы с тобой расходимся, как в море корабли. Времени у тебя завтрашний день. Или, может, дяде Виталику позвонить? Пусть проедает. Извините, а вы кто? Что вы здесь делаете? А я пришел жену проведать. А что, нельзя? Можно. Так вы, значит, муж этой женщины? Да. Муж. Павел Калинин. А это моя жена. Елизавета Калинина. Очень приятно. Дмитрий Колесников. Ее лечащий врач. Вы могли бы в коридоре подождать? Мне надо многое о вас расспросить. У вашей жены амнезия. Частичная потеря памяти после аварии. Да пусть она дурочку не валяет. Память она потеряла. Она совесть потеряла. Да? Ну, ты меня поняла. До свидания. Значит, вы Елизавета Калинина? Угу. Никакой амнезии у вас нет? Была. А когда Павел появился, от испуга все вспомнила. Мы же с дочкой от него бежали. Ну да. Как все интересно получается. И муж, оказывается, у вас есть. Так и у вас невеста. О, здрасте, Дмитрий Михайлович. Здрасте. Развините, Дмитрий Михайлович, я бы хотела отдохнуть. На, извините. Случилось чего? Ничего. Точно? Меня переводят в другое отделение. Психиатрия. Из амнезии. Психиатрия. Кино какое-то. Лена. Да? Нашлись наши девочки. Да ты что? Мне позвонили из Самары. В больнице скорой помощи есть похожие по описанию женщина и девочка. Их привезли в тяжелом состоянии после аварии. В день, когда убили Лазовских. У женщины посттравматическая амнезия. Ого. Где ваша соседка? Так ее же в психиатрию перевели. Вы что не в курсе? Какую психиатрию? Она все вещи собрала и ушла только что. А цветочек оставила. Не захотела брать с собой. Игорь Константинович, почему мою пациентку перевели в психиатрию, не посоветовавшись со мной? Вы о ком? Я никаких переводов не подписывал. Лиза! Убирай свое корыто! Простите, у вас в машине моя жена и дочь. Лиза, что ты делаешь? Я понимаю, что я виноват. Забыл о бедащине свадьбы. Иди ко мне так. У меня сложный день. Несколько операций. Ты так себя ведешь. Водитель, время! Дмитрий Михайлович, что за спектакль вы здесь устроили? Да не может он мне! Давай-ка. Дмитрий Михайлович! Зачем вы все это? Вы соврали, я соврал. Теперь мы квиты. Все, набегались, давайте назад, понесу. Да не трогайте меня. Нельзя нам обратно. Поймите же вы. У моего мужа проблемы. Он связался с какими-то сомнительными людьми. Занял у них огромную сумму денег под залог нашей квартиры. А отдать не смог. Нас с дочерью выставили на улицу. Я подала на развод. Он разозлился, ударил меня. В общем, мы с Василисой бежали. Попали в аварию. Оказались в вашей больнице. Я надеялась, что он нас не найдет. Он нашел. Не волнуйтесь, если он еще раз съедется, я просто вызову полицию и все. Дмитрий Михайлович, я не поеду ни в какую больницу. Он нас не оставит в покое, вы понимаете? А потом у него в полиции свои люди. Хорошо. Я отвезу вас туда, где он вас не найдет. Я в тебя. Я в тебя. Перекойте Самары! Не проходи мимо! Не упустите свой шанс! Анна, бери его еще раз. Не проходи мимо! Не упустите свой шанс! А что ты делаешь в Самаре? Где? Это я кореша Серегу навещал. Он тут шабашил и ногу сломал, в больницу попал. Паша, ты ведь нормальный мужик. Мне будет очень жаль, если ты попадешь в тюрьму из-за соучастия в ограблении и убийстве. Так это... Лизка тут в больнице скорой помощи. Отделение нейрохирургии. Она в аварию попала. Вот так. Отправлю туда своих ребят. Пусть привезут любимую плентницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова